Впереди у Национальной студенческой футбольной лиги юбилейный пятый сезон. Андрей Николаевич, как лига подошла к этому событию? Действительно грандиозное событие. Впереди юбилейный пятый сезон. Если вы помните, в 2014 году мы начинали с 8 команд. Сегодня у нас 2 полноценные группы. Премьер группа 16 команд. Первая группа 13 команд. Команды по спортивному принципу переходят из одной группы в другую. И, конечно же, перед юбилейным сезоном, учитывая практически 4-летний опыт, мы достаточно серьезно поработали над регламентом, чтобы командам было играть в этом году комфортнее и удобнее. С чем связано большое количество изменений в регламенте? Они связаны в первую очередь с тем, что очень многие моменты мы практически рассмотрели. В частности, если ранее перед каждым турниром команда должна была проходить медицинское обследование, то сейчас мы все-таки связались с Минспортом, запросили и наконец-то получили достаточно вразумительный ответ, что медицинское обследование можно проходить раз в полгода. В связи с этим у нас будет в этом году основная заявка, которая будет до 15 сентября, где будет уже непосредственно включено медицинское обследование футболистов и допуск их на турниры. И, соответственно, зимой, через полгода, мы сделаем перезаявку, где также уже все медицинские обследования будут включены. Таким образом, командам в этом году уже не нужно перед каждым турниром проходить медицинское обследование. Я считаю, это намного удобнее. Плюс мы пошли, опять же, с практической точки зрения, пошли навстречу университетам, расширили заявку до 35, для того, чтобы больше студентов могли быть заявлены в Национальную студенческую футбольную лигу и шире подбор игроков на тот или иной турнир. Расскажите про изменения, связанные с возрастом футболистов. Основных изменений не произошло. Введены новые понятия, такие как лимит ФИСУ, лимит ЕУСА. Лимит ФИСУ включает такой термин, что мы допускаем профессиональных футболистов. Все мы знаем, что в соревнованиях под эгидой ФИСУ идет стопроцентный допуск профессиональных футболистов. Исходя из этого, мы вынуждены допускать профессиональных футболистов. Причем допускаем мы неограниченное количество футболистов, которые заиграны в профессиональной футбольной лиге. И по лимиту футболистов, которые заявлены в ФНЛ и РПЛ. Поэтому это у нас лимит ФИСУ, а лимит ЕУСА – это возрастной лимит. И до тех пор, пока в европейских соревнованиях будет стоять лимит до 30 лет, мы также вынуждены, так как наши победители отбираются на эти соревнования, и для того, чтобы сохранять уровень лиги и достойно выступать в этих соревнованиях нашим чемпионам, мы также вынуждены допускать несколько возрастных футболистов, для того, чтобы эти футболисты смогли потом со своей командой ездить и защищать честь страны на европейском уровне. Также был серьезно переработан технический регламент в плане требований к пресс-эташе студенческих команд. В чем это заключается? Лига подошла к пятому своему сезону, и, конечно же, мы очень хотим, чтобы ее освещение и жизнь было намного интереснее, чем ранее. Мы хотим поднять узнаваемость и медийность наших и футболистов, и наших соревнований. Поэтому мы прописали достаточно плотно и подробно все, будем так говорить, все обязанности пресс-эташе, и очень надеемся, что в этом году они будут соблюдены, потому что сама узнаваемость лиги и сам бренд команды без пресс-эташе невозможно. Необходимо усиливать работу в этом направлении. И очень надеемся, что университеты достаточно серьезные, в юбилейный для нас всех сезон отнесутся к освещению своих собственных команд. Какие еще изменения стоит отметить, по вашему мнению? Ну, основное, наверное, изменение это в качестве судейства, так как все эти четыре года лига носила абсолютно любительский статус. В начале этого года были внесены изменения в стратегии, и, соответственно, в Государственной Думе было подписано, что сейчас студенческий спорт является кадровым резервом большого спорта. Мы сегодня включены в календарный план Российского футбольного союза, и практически, не практически, а все назначения судей будет осуществлять непосредственно Российский футбольный союз. И поэтому ждем объективного судейства, учитывая, что ожидаем от этого сезона достаточно серьезного накала борьбы. Ну, напоследок, лично как президент Лиги, какие-то ожидания еще от грядущего сезона? Ну, я лично ожидаю очень интересный сезон, команды укомплектовываются, команды готовятся, очень много команд ставят самые высокие задачи, Ну, и надеемся, что мы действительно получим очень интересный чемпионат, потому что, ну, практически все 16 команд, они практически на сегодняшний день все ровные, и тем более, я думаю, что у нас будет большое количество очень интересных, таких напряженных матчей. Я думаю, что и то, что я ранее говорил про пресс Аташе, и непосредственно та интрига, которая сегодня будет в Национальной Лиге, она будет способствовать тому, чтобы болельщики как можно больше собирались на стадионах, и как можно больше смотрели наши прямые трансляции.